Как производители в пищевой промышленности справляются с новыми коронавирусными ограничениями, что важно на данном этапе для здоровья их сотрудников, при этом не забывая о качестве товара. Альбина Ламкова побывала на одном из предприятий Черкеска. Попасть на территорию Меркурия без пропуска, маски и проверки термометрии невозможно. В каждом помещении санитайзеры для обработки рук. Пандемия создала много проблем для предприятий. Все вынуждены бороться с проявлениями новой коронавирусной инфекции. Меры профилактики самые важные в этом противостоянии. Начинают поступление продукции с месторождения на водовозах. Требования по качеству и безопасности бутилированной воды высокие, так как это пищевой продукт. А во время пандемии условия соблюдения этого этапа увеличиваются в разы. Это мы с вами уже заглянули в лабораторию. Качество воды контролируется строжайше. Ее проверяют до фильтрации и после. Необходимо полное соответствие правилам Санпина и ГОСТа. Требования к бутилированной воде намного выше, чем к водопроводной. Это вода из недр земли, добытая в экологически чистом месте. Другой этап профилактических мер в непрерывном производстве качественной воды связан с людьми, что является самым ценным на любом предприятии. Поэтому их здоровье на первом месте. От их самочувствия зависит весь процесс. Здесь для работников производства сети разработан еще один уровень защиты при заступлении на смену. На этом этапе специалисты проходят медицинский осмотр, где более тщательно оценивается состояние человека. Рабочий процесс у сотрудников предприятия несложный, так как производство полностью автоматизировано. А роль работника в контакте с продукцией сведена к минимуму. Он выступает в роли контролера, начиная с загрузки продукции, с месторождения, ее обеззараживания и обработки упаковки. Технологический процесс закрыт, поэтому санитарно-гигиенический режим поддерживается без труда, что исключает попадание в пищевую продукцию инфекции. Изменилась ли рентабельность производства с начала пандемии? Безусловно, пандемия влияет и на объемы производства, потому что приходится, если персонал заболевает, во-первых, приходится останавливать производство, проводить дезинферскую суху. Это все время на предприятии высокоскоростные линии, и, конечно, любой час – это определенные затраты. Поэтому, чтобы наращивать обороты и не терять прибыль во время пандемии, одним из мер профилактики служит вакцинация. Более 50% работников, участвующих в обороте пищевой продукции, уже привиты. Многие проходят ревакцинацию. Рассматривается вопрос о предоставлении двухдневном выходном после прививки. Начальник отдела материально-технического снабжения компании «Меркурий» Мухаммед Лапугов переболел коронавирусом еще в начале этого года. Хорошо, что дело не дошло до госпитализации, говорит он. Поэтому, когда прошло полгода после болезни, он без сомнений вакцинировался. Сделал прививку «Спутник Лайт». Как для переболевших, легкая форма, однокомпонентная. Нормально перенес, в принципе. Никак не мешает производственному процессу. Нормально не пришлось там и больничный брать, ничего. Нормально себя чувствую. Но считаю, что надо делать. На сегодняшний день предприятие принимает все меры профилактики со своей стороны, чтобы производство не пострадало. Самое главное, чтобы не упал спрос.